Всем привет. Прошу прощения за то, что немножко у нас прошли неполадки. В общем, меня зовут Смирнова Кристина, многие из вас меня знают. Я прошу вас сразу, пожалуйста, выключайте свои микрофоны, чтобы мне не мешать. Светлана, выключите, пожалуйста, ваш микрофон, чтобы я спокойно разговаривала, у нас не было посторонних звуков. Так. Все, все выключили микрофоны. Отлично. Отлично. Итак, мы сегодня с вами будем разговаривать о том, как снимать контент. Смотрите, моя задача сделать для вас несколько вебинаров, чтобы вам максимально рассказать про контент, чтобы вы могли его выдавать в свои чаты, в свои соцсети и, соответственно, делали это грамотно. То есть это будет не один вебинар. Мы сегодня с вами разберем какую-то небольшую темку, да, и на следующие какие-то вебинары будем планировать эти вебинары. Мы будем обязательно разбирать следующие темы. То есть сегодня вот Саша сказала, что хотелось бы снимать себя, да, как снимать себя. Я прям пишу себе это все на будущее, чтобы мне вам это все рассказать. Вот. А сегодня я буквально вам, так знаете, как бы общее дам понятие по контенту, как с ним работать. Я прошу, пожалуйста, всех, кто только заходит, сразу выключайте микрофоны. Или, может быть, мне как-то можно это сделать, чтобы выключить звук для всех. Наверное, вот так, да? Если я выключить звук для всех сделаю, то нормально. Вот так вот. Итак, что же мы… Нет, не всех выключила звук. Не всех. Теперь для всех я выключила звук, да? Меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чате, слышно меня или нет. Значит, давайте мы с вами разберемся о том, какие вообще виды контента бывают. Я думаю, что вы можете взять себе ручки и записывать, потому что, конечно же, я сделала запись, и потом будет, в общем-то, у меня нет звука, что делать. Вы нажимаете внизу на микрофон, и далее вы нажимаете «Подключить с устройством аудио» или через телефон, или через компьютер и так далее. Виды контента. Какие они бывают? Значит, основной контент, который вы выдаёте регулярно, это контент в чате. То есть вы каждый божий день выдаёте туда фото и видео. И вот сегодня моя информация больше будет направлена на чат, чем на соцсети, да? Почему? Потому что это наш самый рабочий инструмент. Все вы это прекрасно знаете. Если вдруг у вас что-то будут, какие-то вопросы, вы мне, пожалуйста, их пишите в чате, да? Или поднимайте руки, будем пробовать как-то коммуницировать. Вот. И здесь, понимаете, как мало выдать контент людям, да? Мало дать фото или видео. Важно дать людям так, чтобы они это всё захотели себе взять, да? То есть не просто, чтобы они увидели картиночку, а чтобы они захотели себе её приобрести. И в связи с этим сейчас вы услышите и удивитесь. Вам нужно выбрать целевую аудиторию. Да. Вам в чате нужно выбрать, то есть вам в чате вот из всего списка людей, которые у вас есть, вам нужно подумать, для кого именно вы будете задавать эту информацию. К примеру, я знаю, что у меня есть в чате люди, которые очень любят только там, ну, квартиру отмывать, да? То есть им неинтересно что-то про косметику, им неинтересно что-то про бады. Вот им интересно как хозяюшкам, да? Им интересно какие-то рецептики, им интересно как отмывать, им интересно как складывать. Там, допустим, недавно я давала видео, как складывать полотенце. Боже мой, у меня на ютубе это видео набрало почти 7 тысяч просмотров. Представьте себе. То есть вот и каждый раз, когда вы будете подавать какую-то информацию, вам нужно выбрать из своих там 100-200 человек, да, сколько человек у вас в чате, кого-то вы уже знаете, с кем-то общаетесь и так далее. Вам нужно выбрать, для кого именно я сейчас буду эту информацию выдавать. И, значит, если вы хотите выдать информацию для определенного круга лиц, вы должны подумать, что этих лиц объединяет. То есть вы не вначале тему все-таки выбираете, а вначале вы все-таки выбираете целевую аудиторию. И, к примеру, то есть этих людей объединяет, там, не знаю, любовь к животным, к примеру, да. То есть они вообще никак не связаны с контентом по Greenway, но они связаны из любви к животным, да. То есть у этого есть кошечка, у этого есть собачка, у этого там клетка и так далее. Дальше вы садитесь и продумываете. Ага, значит, у меня там, допустим, пять человек. У нас в арсенале есть кошка, собака, хомяк, рыбки. Что я могу им выдать? Я могу им выдать какую-то определенную информацию, что они могут приобрести в Greenway, чтобы улучшить свою жизнь с животными, да. То есть на кошек мы, к примеру, можем выдать варежку Involver, которая собирает шерсть. На собак мы можем выбрать автополотенце, которым хорошо мыть собак, да, после мытья просушить. Там на хомячка мы можем выдать, к примеру, варежку Twist, потому что она хорошо протрет и промоет всю клетку. На рыбок мы тоже можем выделить, допустим, салфетку для стекла, потому что она хорошо протрет аквариум, да. Что-то такое, то есть по факту у вас там уже 4-5 разновидностей контента, которые направлены на 5-6 человек. Что будет происходить? Люди будут смотреть эти видео совсем по-другому. То есть эти видео, понимаете, они будут улетать не куда-то в глубину, там непонятно на кого, да, а вы, зная, что этот человек любит кошку-собаку, то есть вы будете уже что говорить? К примеру, у меня мейн-кун, как на меня можно воздействовать? То есть я буду говорить, что, к примеру, я воздействую на человека, у которого есть мейн-кун. Я буду говорить, что у мейн-кунов ужасная шерсть, которая остается абсолютно на каждой поверхности, где они есть. То есть это диваны, это лежанки, это кресла, это стулья, все подряд. Значит, я беру варежку у него, наверное, намочила ее и протерла все вот эти вот поверхности. Человек такой сидит и думает, правда, у меня же кошмар, сколько шерсти, да? Правда, можно же вот так? Он идет и покупает эту варежку, потому что вы пробили четко в цель. Дальше. Вы там знаете, что у человека собака. Если у него маленькая собака, значит, вы что говорите? То есть вы знаете, что у него маленькая собака, по породе маленькая, да? Вы говорите, вот пошли вы, допустим, гулять с собачкой на улицу, пришли, у собачки там все пузико, все лапки грязные, да? Вы взяли варежку, там, твист, протерли лапки, протерли пузико собачке, как будто ее там мама язычком пролизала, ему приятно, у вас собачка чистая. Человек, который с собачкой сидит такой, думает, мне надо такую варежку. То есть, понимаете, вы выбрали целевую аудиторию, вы работаете прямо с ней. Вам не нужно работать на всех 100 человек сразу, ну, ежедневно. Вам нужно выбрать каждый день 5-6 человек аудиторию между собой, найти им какое-то связующее звено и на эту тему работать. Итак, выбрали мы целевую аудиторию. И теперь мы выбираем внешний вид и фон. И тут вот тоже важный момент, как вы это будете снимать, да? То есть, работаем, опять же, с тех же кошек и собак, с тех же животных. Я вижу там в чате подсказки. В общем, имейте себе в виду, что те, у кого там аквариум и салфетка посудная, да? Хорошо, отмылай. Секунду. Итак, внешний вид и фон. Смотрите, если я работаю над человеком, у которого есть собака, я вам скажу так, что ни один собачник никогда не идет гулять в нарядном. Ну, если только это не какой-нибудь попантоваться в город. То есть, я могу тоже со своими тибетами выйти нарядная в город, но я точно знаю, что я оттуда приеду грязная, как свинота. Вот. Как правило, собачники выходят гулять все, ну, утепленные такие, да? То есть, там, абы как. То есть, они завязывают волосы, они убирают максимально с себя там все какие-то, ну, не знаю, там, браслеты и все такое, потому что это собака. Если это маленькая собака, значит, они берут с собой там какие-то, может быть, рюкзачки, чтобы это все носить и так далее. То есть, вам при выборе внешнего вида нужно быть максимально похожим на этого человека. Значит, если вы бьете на собачников, вам нужно одеться просто. То есть, вот смотрите, допустим, я сегодня перед вами в пиджаке, да? Если я сниму пиджак, далеко мы не будем ходить, я сниму пиджак, и я просто завяжу волосы вот так вот. Я с собачниками на одном поле. Потому что все собачники выглядят примерно вот так. Как выглядят кошачники? Значит, что я возьму? Я возьму с собой кошака, возьму его как-то внешне, чтобы он был. Или, может быть, я начну с себя убирать волосы, потому что все кошачники, все в волосах. Понимаете? То есть, вы должны умудриться, когда вы делаете в блоге своем, в чате, в соцсетях, неважно, когда вы создаете контент, вы должны быть максимально приближены к людям, с которыми вы общаетесь, и вы должны быть максимально на них похожи, чтобы они в вас увидели что-то то свое родное. То есть, если у вас нет животных, ну, пожалуйста, не суетесь на эту территорию, потому что вы провалитесь. Вы провалитесь, это будет неправда. Это будет неправда. Что случилось? Минуту. Где у меня все? Вот он, зум. Где зум, боже мой? Тебе видно, слышно, Кристина? Все хорошо. Слушайте, мне тут семья подарила айфон. Я говорю, боже мой, зачем они это сделали? Потому что я его ненавижу. Я не понимаю вообще, как с ним работать, как с ним жить. И он у меня соприкасается с телефоном, и это просто какой-то кошмар. Прошел звонок, у меня тут все погасло, все перестало существовать. Так, если у вас нет кошек, собак и так далее, не играйте на этом поле. Вы там провалитесь. Это будет не то, что вам нужно, понимаете? Выберите, пожалуйста, свою целевую аудиторию, чтобы вы были максимально похожи на этих людей, да? То есть если, допустим, у вас целевая аудитория мамочки. Как выглядят мамочки? Мамочки заспанные. У них нет макияжа, понимаете? У них не будет идеально ровной кожи. У них будет вот такая вот гулька наверху. Ты что такое говоришь? Я вон какая красивая, фоет у меня целая ванна. Нет, они стабильные. Ты у нас не классическая мамочка. Подвинься, пожалуйста. Суть в том... Ну, типа гульки что-то есть, да? Суть в том, что мне нужно быть максимально похожей на эту женщину, понимаешь? То есть если я надену какой-нибудь, не знаю, там, какой-то трикотаж, что-то такое очень уютное, очень комфортное, может быть, халатик, да? Вот так вот я буду с мамой разговаривать максимально комфортно, потому что мама будет видеть во мне себя. Если я перед ней выйду вот так вот вся в кудрях и вот так вот вся в пиджачке, мама скажет, слышь, дорогая, ты вначале посиди с этим ребенком, побудь с ним, а потом я посмотрю, как ты будешь там свою кухню намывать. Вот что мне скажет мама, и будет абсолютно права, так ведь? Так. Если я, допустим, иду и работаю с какой-нибудь ВИП-аудиторией на Ани Рэй, естественно, я делаю полный макияж, естественно, я надеваю на себя полностью там, как елка, наряжаюсь, кучу всяких цацок надеваю и так далее, укладываю волосы, делаю какие-то процедуры с кожей, чтобы я была прям вау, потому что мне важно с ней быть на одной волне. То есть как только вы научитесь себя вот так вот преобразовывать, и как только вы поймете, что вам не нужно всегда выходить в люди в образе писанной красавицы, я вас уверяю, у вас пойдут продажи. Вам нужно максимально с людьми сродниться, понимаете? Максимально с ними, чтобы они, каждый вот вас увидели себя. Тогда им будет классно. Итак, значит, внешний вид мы немножко разобрали на разные аудитории. Ищем фон. Фон, естественно, точно такой же. То есть если я беру, допустим, варюшку для того, чтобы почистить диваны, то есть я, соответственно, беру кошаков, сажаю на эти диваны, пока они сидят, офигевают от того, что хозяйка с ними так грубо, я быстро начинаю чистить диван и мельком показываю кошку. Кошка вместе со мной должна быть в этом кадре, да? То есть, скорее всего, здесь не я буду главным лицом, здесь будет кошка или собака. То есть если я иду там и за собакой протираю полы, значит, у меня собака должна сидеть где-нибудь там, ну, рядом, чтобы вот к ней вели эти следы, которые на полу будут, понимаете? Что произойдет, человек увидит в этом кадре себя. И тут задача не вау, как красиво снять, а тут задача именно максимально вот эту вот картинку приблизить к реальности человека. Понимаете, о чем я говорю? То есть фон, допустим, если я буду записывать, ну, конечно, я там YouTube, допустим, свой записываю, вы знаете, что многие, что у меня есть YouTube, свой YouTube я записываю так, чтобы, ну, как бы был один и тот же фон, как правило, при том, что я хочу сейчас этот фон поменять. Но, как бы, если я делаю какие-то сверхсерьезные ролики, да, как правило, я их делаю в очках. Если я делаю чисто косметику, как правило, я это делаю без очков, да? Если я там хочу как-то красиво подать помаду, значит, у меня будет яркая помада. Если я хочу красиво подать глаза, значит, у меня будет нейтральная помада, но яркие глаза. Или там, если я хочу красиво подать декольте, допустим, да, у меня здесь будет обязательно какая-нибудь, ну, то есть, скорее всего, что я сниму крестик нательный, который я ношу постоянно, да, но надену какую-то очень деликатную сюда цепочку, чтобы она у меня здесь была, и потом я буду рассказывать, какая у меня шикарная кожа, потому что я попользовалась там хэмповским кремом, да. То есть ваша задача не просто снять продукт, а снять его так, чтобы человек посмотрел и такой сказал, ну, это же я, ну, мне же это надо. И чтобы это все произошло, вам нужно быть максимально похожим на этого человека. Собрались с внешним видом, собрались с фоном, дальше у нас идет выбор подачи. У нас время катастрофически кончается. Ребята, давайте так, 40 минут нас отключат, через 40 минут мы просто перезайдем по этой же ссылке, хорошо? Я сразу об этом предупреждаю. Момент подачи. Подача может быть абсолютно разной, причем можно подать по-разному абсолютно любой продукт. Не важно, что это за продукт, не важно, это рекрутинг, не важно, это косметика, не важно, это там салфетки и так далее. Какие в общей сложности есть, скажем так, возможности подачи, да? То есть это может быть что-то очень серьезное. К примеру, вы берете какие-то статистические данные и говорите, вы знаете, что там в каждом грамме микроволокна 45 километров нити? Делаете мхатовскую паузу. Человек сидит и начинает представлять себе один грамм микроволокна и 45 километров нити, которые в нем намутаны, и не верят в это. Ваша задача дальше абсолютно серьезным лицом рассказать, что там происходит с этим микроволокном, что работает не химия, а физика. То есть это серьезная подача. То же самое, к примеру, серьезная подача, если вы работаете с БАДами. То есть, ну, как правило, все-таки не очень комфортно делать юмористическую подачу при БАДах. То есть здесь больше идет какой-то вот ваш ум, ваш интеллект, да? То есть многие говорят, что я не знаю БАДы. Я вам тоже скажу, я не знаю БАДы, я не врач. То есть я обычно стилист-визажист, я знаю косметику. Вот это вот прям мое, это я знаю хорошо, а тут как бы я рыба в воде, да? Я не знаю БАДу. Что я иду и делаю? Вот запомните себе раз и навсегда. Для того, чтобы разбираться в любом продукте, открыли Яндекс, открыли Гугл, забили все какие-то есть ингредиенты, прочитали про каждые 2-3 страницы. Да, это время. Но что после этого у вас будет? Во-первых, у вас в уме отложится огромное количество информации по этому БАДу. Во-вторых, вы сможете апеллировать в разговоре, даже если это будет личный разговор с человеком. То есть вам не нужно будет смотреть в какие-то свои записи, да? Вы сможете об этом разговаривать. И самое главное, вы на фоне всей вот этой информации, как я делаю, я вообще прям беру и сразу себе что-то выписываю. То есть у меня по каждому продукту практически есть файл, куда я заливаю копипаст. То есть я просто копировать, ставить, копировать, ставить. И когда я иду потом и что-то рассказываю про Омегу, я открываю весь этот огромный файл про Омегу и выбираю, что я сегодня буду рассказывать. Таким образом, я про Омегу могу каждый месяц рассказывать новое и ни разу не повториться. Понимаете? Потому что у меня огромное количество накопленной информации. То же самое про декоративную косметику. Только кажется, ну что там рассказывать? Да вы просто возьмите витамин Е. Финальный витамин Е, который у нас есть в блесках. Посмотрите, что это такое. Какая-то кладезь для нашего организма. И просто расскажите людям, что такое витамин Е. А потом в конце, когда вы будете вот этот спич закончить, вы скажете, представляете, витамин Е у нас есть в блесках. Как вы думаете, после этого люди не купят его? Купят, конечно. Однозначно купят, потому что поймут ценность витамина Е, как он нужен нашим губам. Все. И, то есть, когда вы... Секунду. Когда вы подаете БАДы, то, соответственно, это что-то должно быть серьезное. При этом можно, допустим, салфетки подавать совершенно по-разному. Можно просто помыть. А можно помыть и поржать. То есть, не бойтесь снимать себя там, не знаю, может быть, вы видели ролик, когда вот недавно сейчас была акция на пластины на порошок. Мы снимали там с мужем ролик один в душевой кабине. Он мне пришел совершенно спонтанно. То есть, вот совместило совершенно несовместимое. И в итоге это сработало на ура. То есть, я там совместила, грубо говоря, такие низменные человеческие желания, классические человеческие желания секса и акцию. То есть, ну, акция. Если вы там кто-то не видел, дайте мне знать, я потом вам пришлю этот ролик. Он произвел огромный фурор. У меня в чате народ ржал на ней. У меня куча людей в личку мне писали, Кристина, ну, после того, как ты так чистила свою душевую кабину, мне до зарезу захотелось эту пасту, понимаете? Я ведь там ни слова не сказала про пасту. Ни слова вообще. Мне не сказало, что это, что это экологично, что там нет никакой бытовой химии и так далее. Я просто сказала акции. Это была такая юмористическая подача. То есть, вернемся к началу, к тому, что, когда вы придумали, с кем вы будете работать, когда вы придумали, что вы будете им подавать, когда вы придумали, как вы будете выглядеть, после этого ваша задача — придумать, как вы это будете подавать. То есть, если вы с теми же собачниками работаете, здесь можно, как правило, все-таки собачники такие, кошатники, то есть это люди, которые любят животных, они, как правило, лояльны, в принципе, к окружающему миру. И, соответственно, они адекватно воспринимают тот же юмор. То есть можно снять какой-нибудь ролик, когда вы моете собаку, собака там сотрясется, с вас стекает вода, вы показываете себя, когда вы весь мокрый стоите, и потом вы просто накрываете собаку тем же полотенцем. И вот еще такой момент, что не нужно снимать много, как правило. То есть смотрите, вот ролик про автополотенце, как бы сделала я? Я бы сняла мокрую собаку в ванне, я бы сняла мокрую себя, и следующие кадры я бы сняла, как я полотенцем накрываю собаку. По факту у меня бы заняло это максимум 15 секунд, и этот ролик бы выстрелил. Дарю вам всем идею. Если снимете, покажите меня потом, пришлите в личку, я буду посмотреть ваши ролики. То есть вам нужно максимально сесть и подумать, настолько себя поставить на место этого человека, чтобы он вот прям сказал, ну вот же решение всех моих проблем. Потому что все собачники, все, кто моет своих собак, они всегда все мокрые с ног до головы. Мокрые вокруг все. То есть если у собачника нет специальной ванны под собаку, значит у него мокрый халат, мокрый сам хозяин, мокрая ванна, мокрый пол, все вокруг мокрое. Подумайте об этом и придумайте, как бы вы могли помочь человеку в этой стезе. Или там собачник пошел гулять на улицу. Особенно сейчас на улице дождь, непонятно что. То есть у него будет все грязное, он придет как не знаю кто. Покажите ему, как он варежкой твист может там свои оболоневые штаны за раз протереть. То есть опять же несколько кадров собачник с собакой, мокрые штаны и грязные штаны. Буквально два движения варежкой. 15 секунд у вас будет бешеная продажа. Я помню, у меня были бешеные продажи автополотенца, когда я сняла ролик. И я знаете, что сделала? Я не просто сняла ролик, а в конце я показала, вот знаете, у меня на машине есть вот такая вот как бы над колесом пластиковая дуга. Эту дуга. Вот те, кто мыл машину самостоятельно руками, они прекрасно знают, что эта пластиковая дуга всегда будет серая. И я показала, какая она черная, что там на ней нет разводов. У меня впервые столько купили мужиков эти автополотенца. Впервые. Правда говорю. Я потом села такая, думаю, Кристина, да ты до этого вообще неправильно продавала это полотенце. Ты там моешь всю машину, там что-то стараешься, тратишь время свое. Протри пластиковые панели, которые грязные, которые с внешней стороны всегда грязные. Покажи на них. На самом низу, вот где колесо, вот так вот там, вот так колесо идет и вот так вот штучка. То есть вот я показала буквально такой небольшой отрезочек. Просто уйма сколько мужиков мне писали, которых нет у меня в чате. Вот так я продавала автополотенца. То есть ваша задача выбрать целевую аудиторию. Так, конференция сейчас закончится, перезаходим по той же ссылке, сюда же перезаходим. То есть ваша задача выбрать целевую аудиторию, выбрать свой внешний вид и форм, выбрать, значит, элемент подачи. Дальше мы будем с вами разговаривать о создании, собственно говоря, самого ролика. И вот смотрите, тут как бы такой момент, что создание, да, то есть выключаем сразу микрофончики, пожалуйста. Совсем выключу микрофон. Ребятки, давайте следите, пожалуйста, сами за своими микрофончиками. Ладно, много времени трачу не туда. И так сегодня все через одно место. Вот, значит, далее создание и монтаж. Значит, как нам нужно создать ролик так, чтобы он был комфортный. По факту, знаете, не пытайтесь впихнуть невпихуемое в один ролик, чтобы не перезагрузить, не перегрузить человека. То есть вам по факту нужно просто сделать такой ролик, чтобы человек для себя усвоил две-три вещи, буквально две-три, которые станут триггером продаж, так называемый триггер продаж. То есть, сейчас я попробую вот так вот. Не вижу, как себя поставить в обеих экранов. Все, ладно. Значит, триггера продаж у вас должно быть всего два-три. То есть, если мы возвращаемся к тем собачникам, да, как бы вам нужно закрыть буквально там две-три штуки. Чистота, вода, там, допустим, да, и, не знаю, там, как-то и легкость. То есть, и вот это вот все вы должны показать. То есть, не пытайтесь, вот я иду гуляю, да, у вас должен быть этот кадр буквально две-три секунды. Вот я иду ее мою. Не пытайтесь показывать, как вы затаскиваете туда собаку, как вы ее ставите, как вы ее там начинаете мыть и так далее. Покажите собаку просто с водой. Вот буквально две-три секунды, чтобы она у вас была, вот эта собака сидела, чтобы она была вся мокрая. Все, и вот больше вам ничего не нужно. Собачник, который моет собаку, он это поймет. Дальше, но, соответственно, мы еще раз, да, повторимся, что если вы не собачник, не играете на этом поле, вы там проиграете. Вот, и дальше вы показываете там, не знаю, себя, что вы там в какой-то майке, в каких-то шортах, вы весь мокрый, у вас там дулька какая-то на голове, никакого макияжа, ничего такого, вы там запыханный весь, красный, да, потому что вы моете эту собаку, вы трудитесь, да. И после этого вы просто показываете это полотенце, то есть 4-5 кадров максимум. Все, собачник для себя все поймет. Там та же машина, да, вы идете ее мыть, не нужно, оказывается, мыть всю машину. Показываете буквально два-три триггера, и это работает. Там показываете, давайте, ну, разберем помаду, да, вот всем нам понятно, девчонкам, как помаду разбирать, да. То есть вы просто показываете свои губы, допустим, вы берете блеск для губ, да, покажите свои губы до этого. Вам не нужно ничего сильно там показывать, просто вот так вот близко подошли к камере, показали, две-три секунды. Я вас уверяю, это вот вы знаете все свои морщинки, все свои пигментные пятна, все свои синячки, все свои там какие-то непрокрашенные корни и так далее. Это вы это знаете. Ваши люди, они вас воспринимают совершенно по-другому, не так, как вы сами себя. Вот. И если вы просто близко покажете свои губы и покажете, что они там шершавые, что у них там где-то заусенчик, да, на губах, что там, или наоборот, что нет цвета и так далее, и потом просто накрасите эти губы и покажете накрашенные, вот это будет еще лучшим триггером продаж, чем вы будете сидеть, все это вырисовывать, там, накрывать, полностью укрывать там в тональный крем все свое лицо и так далее. Знаете, у меня вообще поперли все продажи после того, как я себя приняла с разных сторон, какой я есть. Я недавно своим клиентам в чате вышла, рассказала о том, что к нам заходит чешская компания парфюмерная. Я им рассказывала это все в ночнушке и с дулькой на голове, потому что у меня в это время была генеральная уборка дома. И что? И народ отреагировал прекрасно. Они видят, они знают, что до этого была в чате подача про уборку. Естественно, я не могу к ним сейчас выйти накрашенные, сказать, ребяток, нам выходит парфюмерия. Они скажут так, здесь где-то нас обманывают. Либо она не убирается, либо что-то где-то тут не так, да. А моя задача показать, что я убираюсь. И они со мной вместе убираются, понимаете? То есть они видят, что я такая же, как они. Я могу быть абсолютно разной. Я могу к ним выйти отекшая, как не знаю, кто скажет, мне вчера было плохо, у меня болела голова. Сегодня что я делаю? Я пью сегодня драйн. Они видят меня опухшую, отекшую, помятую со сна. И они такие, ну вот, у нее тоже бывает плохо. И нормально все. Она вон выпила драйна. После этого я выхожу через час, уже, естественно, весь отек снят. И все нормально. Я им больше ничего не говорю про отек. Вы понимаете? Они сами сравнивают две картинки до и после. Они сравнили, что до этого Кристина час назад вышла к ним вся такая вот никакая, а после она вышла уже без отека. Мне не надо им ничего говорить. Мне не надо говорить, что это работает. Они сами ко мне пойдут и спросят. Крис, а что ты там пила, что у тебя отеки перестали быть? Я же вижу, как ты. То есть я уже про что-то другое совершенно рассказываю. Не знаю, про бат какой-нибудь начну рассказывать. Но точно не про отеки. Они сами сделают свою… А ваша задача продумать это, понимаете? То есть иногда это у меня получается естественно, а иногда я крепко думаю над своим контентом. Что я сегодня буду подавать? Какая я сегодня буду? Что они должны увидеть до, что они должны увидеть после? Некоторые из них видят, вы не поверите, но некоторые сидят и внимательно рассматривают картинку и говорят, Кристина, у тебя там сзади стоит замиокулькас, у него листики аж блестят все. Что ты делаешь? Я говорю, ты ничего не делаю. Они говорят, нет, ну как-то же ты за ним ухаживаешь. Я говорю, так я поливаю его, вот он стоит в таком горшке, поливаю редко и протираю листики. А чем протираешь? Варежкой. Ага, варежка мне нужна, листики блестят. Понимаете? А я показывала вообще про другое. То есть ваша задача крепко думать на тему, что у вас на заднем плане будет в контенте, что вы выдаете, да? То есть если вы, допустим, выдаете, ну какой-нибудь, не знаю, там, БАД, и вы, я не всегда, кстати, показываю себя, когда я БАДы, про БАДы рассказываю. Я часто показываю саму баночку, да? Ну так покажите ее интересно. Я вам скажу, знаете, как я чаще всего показываю баночки? Я баночки показываю на фоне своих витаминов. У меня стоит гора моих витаминов, распакованные, естественно, они все открыты, подписаны для мужа, сколько чего нужно принимать и так далее. Вот на фоне них я кручу свою банку. Что видят люди? Люди видят эту банку, я про нее рассказываю, и они видят, что вот там вот на заднем фоне у нее штук пять всяких разных банок стоит, из которых она сама пьет. Значит, она не врет, она действительно это принимает, понимаете? Почувствуете разницу? А я, собственно, я же не говорю, я же им конкретно не показываю, что я это все принимаю. Попробуйте так делать. То есть снять какой-то БАД на фоне того, что вы сами принимаете. Пусть это будет видно, пусть будет виден беспорядок, потому что вы же, естественно, не складываете все БАДы, чтобы они у вас стояли нарядные и так далее. У меня все стоит в открытых упаковках, на самой вот этой вот крышке написано, чего, как и зачем. Все. Люди видят, что я не вру. Я всем говорю, что каждый человек может прийти ко мне домой, он не увидит у меня нигде бытовой химии, он не увидит у меня других витаминов. Или если у меня есть другие витамины, значит, я честно говорю, что я взяла там, потому что у нас такого нет. Взяла там, потому что там лучше. Я всегда об этом говорю честно. Не бойтесь говорить честно о вашем продукте. У нас не все на 100% идеальное. Вам что-то может нравиться, что-то не нравится. Точно так же мне что-то нравится, что-то не нравится. Я честно говорю об этом людям. При этом некоторые со мной начинают спорить. А ты знаешь, ты не права, а что тебе это не нравится? Мне, потому что я взяла, мне это понравилось. Я кайфую от таких ответов своих клиентов, понимаете? Итак, значит, я немножко отвлеклась на создание, на монтаж. То есть давайте вот тот же еще, допустим, что, может быть, вы мне напишите в чате, что бы вы хотели разобрать, да, вот для чего давайте создадим контент для какого-нибудь продукта сегодня. Вот давайте прямо сейчас быстро пишите в чат. Я пока водички попью. Пишите в чат быстренько. Ничего не хотите создавать? Так, ладно, давайте что-нибудь я создам. У нас впереди продуктовый день. Что я буду показывать? Я буду показывать абсолютно разные моменты использования масел. Вот, эфирные масла, точно. Да, их будем сегодня разбирать. Давай масла, дезодоранты, монохит, эфирные масла. Отлично, масла, масла, масла. Ага, все знают, что такое продуктовый день. Масла. Значит, смотрите, давайте подумаем, что такое масло для современного человека. То есть, ну, как мы можем, как мы себя можем максимально в эту атмосферу погрузить? Что эта атмосфера нам дает, да? Что такое масло? Вообще масло – это, то есть, эфирное масло, которое идет путем перегонки. Для чего оно нужно? Для того, чтобы наши обонятельные рецепты это все почувствовали, да? И перекинули нас в какой-то определенный эмоциональный контент. То есть масло, эфирное масло – это равно эмоции. Скорее всего, многие из вас знают такой момент, да, что, ну, там, не знаю, самый яркий пример, который я всем привожу и всем всегда понятен. К примеру, у вас там была первая любовь, вы знаете его запах. Если вы когда-нибудь встретите этот запах, вас автоматически память перенесет туда. Потому что у нас обонятельные рецепторы, они идут напрямую в мозг. То есть все остальное постепенно, оно там через кучу всяких нейросвязей проходит туда, до мозга. То есть нужно, скажем так, несколько барьеров пройти, да? А обоняние идет сразу в мозг. Итак, что мы делаем? Мы прям садимся, сейчас себе записываем. Я себе тоже записываю, что у нас эфирные масла – это в первую очередь какая-то память, да, картинка, память, картинка, эмоция. Теперь садимся и думаем, как нам эту эмоцию подать. То есть у нас есть масла, которые расслабляют, да? У меня однажды в чате очень круто зашли масла для эротического массажа. Просто мне их скупали тоннами, тоннами. Что я показывала? Я показывала, значит, кусочек кровати, белье такое, да? Я показывала, что у меня стоят свечи там какие-то разные, то есть буквально 2-3 свечи. Не нужно уставлять всю комнату свечами, да? Я показывала полумрак. Я показывала, что я там, значит, в блюдце на свечу там, или не на свечу, на что-то. Короче, я на что-то капала, то есть я делала какой-то вот ритуал, да? И дальше я просто после того, как я вот это вот все показала, я просто прислала рецепт вот этого вот масла, которое делается на основе базового масла, естественно, масла для эротического массажа. Его скупали просто тоннами. И до сих пор его просят этот рецепт. По факту, что у нас произошло? То есть человек видит кровать, у него кровать, естественно, всплывают какие-то ассоциации, да? Расслабление, там, может быть, тот же секс, да, какой-то релакс и так далее. Дальше он видит свечи. Свечи, естественно, каждому человеку напоминают о романтике, да, о каком-то уюте, о каком-то вот комфорте и так далее. Он видит полумрак. Естественно, этот полумрак настраивает человека на какие-то такие свои внутренние переживания, эмоциональные переживания, связанные с близким человеком, да? Дальше он видит каплю масла. Дальше, я вас уверяю, что происходит у человека в голове? Он сам все нафантазировал. Вам не нужно раскрывать всю картинку, вам нужно показать триггеры. Все, дальше человек сам себе все нафантазировал. Он сам уже придумал себе этот массаж, как это все будет происходить и так далее. По факту, дальше ему эти масла нужно просто, чтобы завершить некий гешталь. То есть, скорее всего, что человек пойдет в магазин покупать свеч и эфирные масла, чтобы завершить эту картинку для себя. Дальше, что я там еще показывала, допустим? Я показывала релакс какой-то. То есть, я наполняла ванну туда, насыпала пены, показывала пузыречки, показывала, как вода льется. Опять же, плумрак. Показывала бокал вина. Показывала, как я туда капаю буквально пару масел для релакса. Тут же почули, к примеру, или иланг-иланг. Все, народ дальше все сам за себя сделает. То есть, вам нужно показать буквально два-три варианта. И еще. Очень многие в чатах дают картинки. Если вы даете картинки, значит, попробуйте давать коллажи. Потому что вы не сможете в одной картинке рассказать все. То есть, вы либо масло покажете, либо масло, да? То есть, вы в одной картинке не сможете сделать до конца. Либо вам нужно в одну картинку впихнуть и кровать, и масло, и свечу, и еще там, не знаю, кусочек тела. Тогда пробуйте так. Выстраивайте кадр так, чтобы это был полумрак, и что-то там на кровати, не знаю, может быть, нога какая-нибудь, рука, в конце концов, да? И что-то такое. То есть, чтобы сегодня в баню, как масла, можно показать. В бане, так вы и показываете себя в бане. Показываете себя, что вы сидите вот так вот, что у вас там полотенцем вы закрыты, что вы распаренная, да? Что вы там показываете веники, показываете, что у вас все замочно, и показываете, что вы там в кувшинчик, да? То есть, куда-то вы наливаете, я так понимаю, эфирное масло, чтобы плеснуть на камень. Так рассказывайте, девчонки, сегодня топим баню. Показывайте свою баню. показывайте, что она у вас там есть, что вот запарила себе венички, вот сейчас в этот веничек немножко кедра или там мята, да, капну, и показывайте, что вы капаете буквально два масла, ну, две капли масла. Скажите, что каждый, вот просто каждый сегодня, кто сейчас на этом вебинаре, каждый сейчас представил себе эту баню и как люди парятся, каждый себе эту картинку уже нарисовал, понимаете, и он, соответственно, дальше будет идти и рассказывать. Вы можете, опять же, в бане показали, что эти масла там, вот, да, делаете. Дальше что вы можете сделать? Вы можете взять эфирное масло лимона, к примеру, да, смешать его с базовым маслом, взять в фикс-прайсе, продаются, знаете, такие банки для массажа, для антицеллюлитного, да, или то есть вы можете сказать, слушайте, девчонки, сегодня вот я в бане, да, готовлю заодно себе масло для антицеллюлитного массажа, то есть я вот смешиваю базовое масло, туда пару капель лимонного масла, вот взяла себе такие баночки, буду делать себе антицеллюлитный массаж там на бедра. Вам даже показывать свои бедра не надо, потому что каждая девочка знает, что такое антицеллюлитный массаж, на что такое банки, как это в бане прекрасно будет работать. Каждая себе сделает, соответственно, пометочку, что, о, круто, точно, вот я хочу в баню пойти, правда, масло мяты, это такой релакс, оно только вкусно пахнет, кедр, прям вот сразу представляется какой-то лес, да. И каждая пойдет и захочет себе такие масла взять. Что еще можно предложить в бане? Вы можете предложить, допустим, что вы делаете масло для массажа для лица, да. Я недавно записалась на курс массажа для лица, что вы можете просто рассказать. То есть вам в это время даже себя можно не показывать. То есть вы просто показываете небольшую плошечку, но вот тут вот подумаете о том, что эта плошечка, естественно, должна быть чистой. Если это стеклянная плошечка, значит, она должна блестеть, сиять. Что вы туда заливаете немножечко базового масла, добавляете, допустим, масло, не знаю, грейпфрута там или лаванды, да. Что вот я записалась недавно на массаж по лицу, и вот сегодня я хочу практиковать. Вот себе делаю такое масло. Опять же, каждая девочка понимает, что это такое. Снимать можно, а ведь потом все это надо смонтировать, чтобы было красиво. О том, как это смонтировать, дайте мне, напомните мне, пожалуйста, я после всего приеду к тебе на массаж, Замира, обязательно, хорошо. То есть как монтировать это все? У меня есть ролик специальный, я его писала, правда, давным-давно, возможно, надо обновить. Я писала ролик для иншота. Просто напомните, я вам скину. Вот, напишите мне в личку или там просто наставнику ваш, пусть ваш наставник мне напишет, да. То есть я вам обязательно скину этот ролик в личку, потому что смонтировать все очень просто. Но смотрите, если вы примете для себя тот факт, что вы делаете контент буквально на 15 секунд, научитесь снимать за 15 секунд. То есть вы подготовили все заранее, допустим, вот эта плошечка для массажа, да. Вы поставили плошечку, там, может быть, где-то на столике, на деревянном столике, да. У вас, значит, позади стоит масло базовое, стоит масло эфирное, которое вы будете пользоваться, да, которое вы будете капать. То есть вы налейте в эту плошечку заранее масло вот этого базового, да. И потом вы включаете камеру тогда, когда вы уже открыли вот этот вот маленький флакончик и просто делаете две капли туда. Все, этого не надо. И вы за это время говорите, что пока вы эти две капли капаете, вы говорите, делаю себе массаж, масло для массажа лица, вот хочу сегодня попробовать, записалась на курс. Все, 15, даже монтировать ничего не надо, 15 секунд. Важно получить некоторый навык. Знаете как, я блогер в Инстаграме, в общем-то, достаточно активна была блогер. У меня там около 20 тысяч было подписчиков сейчас поменьше, но я уже сейчас его толком не веду. Я вам скажу так, что очень много зависит от насмотренности и от навыка. То есть если вы каждый день начнете снимать ролики по 15 секунд, вы в конце концов через месяц научитесь очень четко в голове понимать, что сейчас пройдут 15 секунд. Вы заранее будете знать, что вы в эти 15 секунд скажете. Вы заранее будете уже продумывать контент, то есть это навык. Это не значит, что все с этим родились. Это значит, что если вы начнете это делать, не думая о том, что я вначале научусь хорошо делать, а потом буду делать. Нет, если вы постепенно, то есть шаг за шагом вы каждый ролик выкладываете в свой чат и смотрите, что зашло, что не зашло, и анализируете, вы через месяц будете вау, как снимать весь контент. Вам вообще не нужен будет монтаж. Я в последнее время пишу ролики, если, может быть, вы знаете, записываю примерно 4-5 роликов разных по минуте про какой-нибудь продукт. Буквально недавно я рассказывала себя в чате про Японию, про то, что японцы пьют БАДы. Буквально 5-6 роликов было. Каждый из них был записан за 50 секунд. Ни один из них не подвергся монтажу. Ни один. Вот как он был, так и написан. Понимаете? И почему вот у меня сейчас так? Потому что до этого у меня было огромные просто километражи видео, которые я писала, стирала, писала, стирала, писала, стирала, писала, монтировала, отправляла, писала, монтировала, отправляла, писала, отправляла, писала, отправляла. Чувствуете разницу, да? То есть это все навык. Это все навык, и вы его постепенно обучитесь ими. вот давайте так о том как именно как именно монтировать я вам скину ролик я себя полным лохом ощущаю на фоне крестин ты чё с ума сошла и это говорит первый продажник greenway вот у каждого из нас абсолютно разные навыки вот что я тебе хочу сказать вот смотрите сегодня в общем мы с вами так базу да нашли папа этой базе вы уже начнете снимать у вас будут появляться вопросы вы эти вопросы обязательно пишите своему наставнику мне в личку если у вас есть со мной контактом и так далее я на этом фоне на всех этих вопросах буду создавать следующий вебинар и мы с вами через несколько дней встретимся еще раз поговорим уже по каким-то вопросам да у нас значит в следующий раз точно будет как снимать себя как перебороть этот страх вот я вам расскажу несколько лайфхаков как что-то попало шерсть у меня шерсть вот что как раз как снимать себя как преодолеть стеснение как преодолеть страх и так далее то есть мы будем говорить вот прямо на следующем вебинаре именно про съемку себя вот пишите все кучу вопросов про съемки себя какие у вас есть и пишите вопросы которые у вас появляются в момент создания контента что так что не так что зашло в общем короче мы будем с вами вот такого знаете давайте как бы совместный проект делать по контенту потому что можно очень много рассказывать про контент но если вы не будете его практиковать не будете сразу все эти знания вкладывать в работу то собственно говоря но ничего хорошего из этого не получится да я могу распинаться там еще на 5 вебинаров рассказать вам а толку от этого будет мало ваша задача начать снимать вы в принципе основные моменты знаете вот сейчас я все вот эти вот наши два этих скомпоную попробую в одно видео все это на youtube залить обязательно пришлю ссылку чтобы вы могли пересмотреть вот всем спасибо что вы сегодня со мной были я жду ваших вопросов по кажется на сегодня все вот и пожалуйста напишите вашим наставникам отзыв о том понравился вам вебинар или нет ну в общем какую-то дайте мне пожалуйста обратную связь мне тоже очень важно ее от вас слышать все ребятки я завершаю вебинар я сохраняю запись скоро пришлю вам ссылку на youtube спасибо вам всем что вы сегодня со мной были мне было вам очень приятно это все рассказывать вот спасибо большое крестин большое спасибо обнимается